Танковые события Что только не ожидаешь от них! А вот вас ожидает множество активностей, двойные фонды и опыт, а также скидки. Например, в эти выходные успевайте воспользоваться ими для улучшения вооружения, для покупок в магазине или гараже. На все три дня снижаем стоимость на 30%. До окончания события, а точнее до 10 июля, на витрине магазина можно будет присмотреть себе спецпредложение. Ежедневные танкоины, ультраконтейнеры и премиум. Заглядывайте в ивентовый раздел рубрикатора. Там вы найдете большой перечень из миссий. 23 задания, одна супермиссия. Также миссии премиума, батл пасса и игрового режима. В призах ультраконтейнеры с ценным наполнением. Например, скины ультра на страйкер и мамонт. И вдобавок два устройства. Пусковая установка гидра на тот же страйкер оснащает его залповым огнем из 20 ракет, снижая время наведения. Пока все ракеты вылетают из ствола, можно изменить цель и оставшиеся полетят в направлении выбранного соперника. Следующее устройство на мамонт драйвер. Знакомые многим характеристики уменьшения времени накопления овердрайва на целых 50%. Теперь для любителей корпуса мамонт. На день НЛО возвращаем элитный пропуск. Активен он будет до 9 июля. Как и в предыдущий раз, вам надо набрать 900 звезд, чтобы пройти 15 уровней и забрать основную награду. Ценный скин линейки Retro Future для Твинса. Уверена, вас заинтересует информация про игровые режимы. В эти выходные уже можно полетать на хоппера-рикошетах. На пушках будет устройство, повышающее скорострельность. А свои навыки в прицеливании нужно показать на карте Безумие. Ожидается метеоритный дождь, который принесет золотые ящики. На следующих выходных в режиме «Каждый сам за себя» на картах Parma MM, Rio MM и Colchoth MM пройдет игровой режим под названием «Метеоритный душ». В бою не участвуют дроны, все остальное без изменений. Воспользуйтесь скидками, получайте удовольствие от игровых активностей, прокачивайтесь и зарабатывайте фонды. Завершился этап «Legend Summer Major 2023». Мы узнали названия восьми сильнейших киберспортивных команд, а именно «Diamonds», «Team P», «Frenzy», «Red Notice», «Lavanda», «Cold», «Divine» и «Battle Axis». Каждый состав из этого списка продемонстрировал отличную игру и заслужил получить место в главном этапе мейджора – этапе чемпионов. Они гарантировали себе уникальную призовую краску «Звезда», а также 10% общей суммы из киберспортивного танкофонда. На сегодняшний момент танкофонд уже превысил отметку 16 миллионов танкоинов. С 4 по 7 июля состоятся четвертьфинальные матчи «Diamonds» против «Lavanda», «Frenzy» против «Divine», «Team P» против «Cold» и «Red Notice» против «Battle Axis». Все матчи стартуют в 20.00 по Москве на наших твич-каналах. Более подробную информацию всегда можно посмотреть на киберспортивном портале, а также на лендинге танкофонда. Не советуем вам пропускать прямые трансляции матчей, ведь именно сейчас начинаются самые зрелищные баталии. С каждым днем битва за крупный денежный приз становится все напряженнее. Как и ожидалось, ключи для контейнеров стали самой актуальной темой прошлой недели. Ответим на самые популярные вопросы. Конвертация 10 к 1 касается только состарившихся контейнеров. А уменьшение числа получаемых контейнеров касается только ультраконтейнеров на ивентах. Соответственно, с ценностью предметов, получаемых из контейнеров, ничего не изменится. Заодно ежедневное задание вы будете получать один ключ, который обменивает на один контейнер, из которого получает 1000 кристаллов. Мистери Бой 3 интересуется, что произойдет с контейнерами в битве. Вы замените их на ключи? Да, за бмку контейнера в бою вы будете получать плюс один ключ. Ящик в бою не похож на ящик контейнера. Давайте считать, что это специальный ящик для ключа. В случае, если контейнеров менее 10, мы будем их округлять до одного ключа. Не торопитесь считать, сколько разных старых контейнеров у вас менее 10 единиц. Мы просуммируем все старые контейнеры одного типа, например, ультра, и только потом будем конвертировать их в ключи. Спрашивает Финаченко. Контейнеры будут везде заменены на ключи, например, в промокодах или в магазине. Контейнеры будут заменены везде. Попытка получить старый контейнер приведет к ошибкам и необходимость обращаться в техподдержку для ремонта аккаунта. Спрашивает Джимен 10. Изменится ли наполнение контейнеров после перевода их на ключи? Например, добавите ли вы туда премиум или голды? В контейнерах появятся ключи от других контейнеров. Премиума или золотых ящиков там не появится. Следующий вопрос от TST 085. Получим ли мы обычные контейнеры с танкофонда или уже ближе к выдаче мы получим ключи? Из танкофонда будут получены обычные контейнеры, не ключи. BBC BBC задает такой вопрос. Будет ли для ключей отдельное место в лобби, где будет отображаться количество самих ключей или это будет рядом с контейнерами? Число ключей у игрока будет отображаться в разделе контейнеров. Спрашивает Чипк. Будут ли специальные предложения с ключами? Да, специальные предложения будут. Кроме того, ключи к ультраконтейнерам теперь будут продаваться в магазине постоянно. И завершающий вопрос от продан. Один ключ открывает один контейнер или все сразу? При открытии 15 контейнеров будет расходоваться 15 ключей. Заглянем к нашим... Вот это что-то какая-то... Это какие-то птички. Заглянем к нашим ютюберам. Они, как обычно, делятся отличным контентом. Мисс Хаус сделала подробнейший гайд на дрон-диверсант. Тактика игры, вооружение и полезные советы. Все это в полном ролике. И для тех, кто обожает сидеть как раз таки на своей базе, этот дрон будет просто идеален. Но помните, раз вы решили сидеть в дефе и отсиживаться как раз таки на своем флэкштоке, вы должны выбрать подходящий сетап. Это не просто так. Простой васп или хоппер вам не подойдет. Не, ну если, конечно, вы не мега крутой чел. Однако, я хочу вам посоветовать брать, например, шафт на лечение, как это сделала я. Вы на нем можете заработать нормально опыта. Плюс поможете своим тиммейтам не только минирование базы, но и их лечение. А также, учитывая, что дрон может все-таки увеличить ДД и ДА, он вам поможет сделать килы. Тем самым вы не останетесь с минусом по УП и, конечно же, будете лечить своих тиммейтов. Вот такая универсальная база. Ютубер под ником Уфер устраивает себе челлендж. Возможно ли выиграть битву без резистов, иммунитетов, припасов и устройств? Смотрим. Просто так скатать, скатать на трех вооружениях. Первое вооружение – это Викингомолот. Второе – Диктатор Огром. И третье – Оресоскорпион. Сложно увернуться там от рельсы, от шафта какого-нибудь. То есть вас все видят, вас все замечают, вас все пинают. Это пока что единственный минус, который я заметил у Диктатора в этом, так скажем, нашем челлендже. Так что Диктатор Огром, Диктатор Огром меня удивил. Иммортал Хиро тестирует Гелиос на рикошет. Характеристики устройства понерфлены, но сильно ли это скажется на результатах в бою? В первую очередь, к сожалению, разработчики посчитали нужным понерфить критический урон, который теперь на лишь 1%, но стал меньше. Ну и скорость зарядки энергии в секунду стала лучше. То есть мы заряжаемся теперь на 5% быстрее. Существенно ли это? И возможно все же это по большей части компенсация того самого недостающего 1% к витам. Мы сегодня это вместе с вами узнаем. Ну и заодно, конечно, пойдем на сколько реально рикошет сейчас в данный момент может показывать тот или иной результатик. Смока что-то видим. В прошлом видеоблоге вы могли ответить на вопрос «Сколько снарядов выпустили все танки?» После подсчета в сумме у вас должно было получиться 65. Поздравляем всех счастливчиков, кто правильно ответил и особенно тех, кому достается приз. А сейчас новый вопрос. Так, я почитала ваши комментарии. Те, кто пытался угадать мой рост, были очень близки, но мой рост 171,5. Все, кто писал 175, молодцы. Все, кто писали 158, ну чего вы? Ну я же вон какая, вон, вон, вон. Все, пишем профилку. Это были все новости недели. Время летит незаметно, но с хорошей компанией. Это скорее бонус. Не упускайте возможности поучаствовать во всех активностях и лайк, если планируешь провести выходные с танками. До встречи в первом июльском видеоблоге. Тка.